Старобельский районный суд около часа назад завершил рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения для Александра Ефремова. Я напомню, ГПО обвиняет экс-нардепа в госизмене. В СИЗО политик находится уже более двух лет. Что решили судьи, расскажут наши корреспонденты. Перед принятием решения о мере пресечения Александру Ефремову суд решил заслушать позицию прокуратуры. Сторона обвинения шокировала присутствующих своим заявлением. Прокурор Кожуховский заподозрил нардепов, которые хотят взять Ефремова на поруки в подделке документов. Сторона защиты заявила, что домыслы прокурора это очередная попытка затянуть слушание с целью не допустить освобождения Ефремова из СИЗО, где он находится уже больше двух лет. Прокурор наговорил много всего интересного. Уличил, и это прямо усматривается в его выступлении, уличил в служебном подлоге уважаемых народных депутатов, что они подписывали бумаги когда-то раньше. В всей стране известно, когда у Ефремова заканчивается мера пресечения. Ко мне обратились. И попросили, Андрей, помоги нам подготовить документы. Мы выявили божание, взятое без запасного на пору. Что не так? Своё мнение о неоднозначной позиции прокурора высказал и Ефремов. Как бывший депутат он заявил, прокурор некомпетентен в вопросе работы парламента. Прокурор даже не понимает о том, что деятельность Верховного Рада и деятельность депутата это совершенно два раза направление. Верховная Рада может объявить первый, может объявить закрытие заседания, может что угодно сделать. Но это не значит, что деятельность депутата прекращается. Прокурор делает выводы в вопросах, которые он не понимает, но с отломом, который говорит, что он в последней инстанции. Депутаты от оппозиционного блока сегодня также присутствовали на заседании. Суду они подтвердили намерение, ссылаясь на закон, взятие Ефремова на поруки и опровергли домыслы прокурора про подделку документов. 13 липня было известно, когда будет очередное судебное заседание с точки зрения данной дела. В известно было, когда закончится у Александра Сергеевича Ефремова предварительная мера запрещенного захода. Так, мы действительно вышли с предложением вместе с моим коллегой Юрием Ирмановичем Мирошниченко, чтобы взять Александра Сергеевича Ефремова на поруки. Мы есть люди, за которых голосовали граждане Украины, соответственно, используемся, напевно, повагой, в определенной количестве наших выборцев. А, соответственно, до процессуального кодекса, мы должны выступать с такой инициативой. По словам адвокатов, свой кредит доверия прокуратура уже исчерпала. За 150 заседаний сторона обвинения не смогла предоставить существенных доказательств, указывающих на причастность Александра Ефремова к захвату зданий СБУ Луганска и обл. администрации в 2014 году. На необходимость изменения меры пресечения указали и медики. За два года, приведенных в СИЗО, у Ефремова значительно ухудшилось здоровье. В динамике, за час пребывания Ефремова Александра Сергеевича установляется, постарегается погибшение, стану его здоровья. Наявно, эндокринологично, извините меня, будь ласка, это кардиологичная патология ведет до подальших ускладений, там может выкликать новый захват. Для принятия решения суду потребовалось более шести часов времени. В итоге, доводы защиты судей сочли недостаточными, и арест Ефремову продлили. Ухвалил продолжить Ефремову Александру Сергеевичу 22 серпня 1954 года нарушение строк примания под вартою до 7 жовня 2018 года включено. Хлопотание захистника Смирнова в размину запобежного захода Ефремову Александру Сергеевичу в выгоде примания под вартою на запобежный заход, в выгоде особисти поруки народных депутатов Украины Мирошеченко и Скорика отмогать. Ухвала оскоржения не подляет. Под стражей Александр Ефремов пробудет как минимум до 7 октября. Тогда защита вновь попытается оспорить незаконный, по их мнению, арест подзащитного. Константин Редин, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Напомню, ранее адвокаты Ефремова подали две жалобы в Европейский суд по правам человека. Они касаются незаконного ареста и безосновательного содержания под стражей экс-депутата. Защита уверена, что ЕСПЧ примет решение в их пользу. А пока же решение Старобельского суда, по мнению юристов, в очередной раз нарушает конвенцию о защите прав человека и говорит о предвзятости в рассмотрении этого дела. Субтитры создавал DimaTorzok